Для художников их работы являются не просто рисунками на холсте, картоне или бумаге. Для них это возможность выплеснуть свои переживания. Анастасия Шенгина призналась, без этого можно просто сойти с ума. Было время, когда художница отстранилась от творчества, и этот период сейчас называют депрессией, попыткой убежать от себя. Поняла, что вот эта энергия, которая копится во мне, она не находит выходов и сжигает меня изнутри. И тогда я встретила свою коллегу Варвару Весну, которая меня очень сильно поддержала на моем пути, и я поняла, что не могу больше без творчества. Тогда же и появился этот автопортрет, на котором девушка сливается с диснеевским персонажем. Как и этот лев, Анастасия нашла учителя и поняла, кем она является на самом деле. Придумала свой собственный стиль, сочетание масла и техники пирографии. Это создание рисунков при помощи раскаленной иглы. А вот у Ольги Поповой с поиском себя все было проще. С творчеством она практически не расставалась. Вчера я занималась тем, что использовала заливки для того, чтобы сделать грунт. Заливки с использованием, как это называется, акриловая смазка для замков. При смешивании акриловой смазки с клеем либо краской, говорит художница, получаются неожиданные интересные образы. Ольга Попова надеется, что скоро сможет познакомить с ними и зрителей. А пока представила цветную графику. Работать все эти выставки, а их в галерее Республика ИЗО сейчас 4, будут до 9 мая. Елена Кузовкина, Александр Антропов. День с толком. Редактор субтитров А.Семкин